Это программа «День с толком». Подведем сегодня вместе итоги уходящей недели. Меня зовут Елена Макаренко. Здравствуйте. На этой неделе в Крае началась активная фаза подготовки к весеннему половодию. Как сообщили власти, в регионе в случае наводнения готовы развернуть до 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек. А с 11 марта в Крае планируют начать обследовать потенциально опасные гидротехнические сооружения. Всего таких насчитывается 29. Расположены они в Барнауле, Алтайском, Зональном, Калманском, Шипуновском и других районах. МЧС на следующей неделе в преддверии паводка и пожароопасного сезона во многих регионах России, в том числе Алтайском крае, планирует провести масштабные учения. Практически все регионы будут принимать участие, за исключением только новых территорий. Все, что касается учений и результата учений, будет доложено президенту Российской Федерации. В ходе учений в регионе отработают такие сценарии, как оповещение населения, организация жизнеобеспечения, например, вопросы оказания финансовой помощи людям, пострадавшим от стихии. В масштабных мероприятиях примут участие федеральные министерства и ведомства, которые входят в единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отметим и ранее, эксперты уже говорили о том, что в этом году в регион может прийти большая вода. На этой неделе прошло важное международное событие в крае. В течение трех дней в Белокурихе шла 17-я зимняя зерновая конференция, в которой приняли участие больше 260 экспертов зернового рынка из России, Казахстана и Китая. Они обсуждали развитие экономики страны в 2024 году, подводили итоги зернового года за 2023 в России и Сибири, оценивали экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции и развитие внутренних рынков. Отметим, что зерновая конференция традиционно проходит в нашем регионе. И тому есть причина. Несмотря на непростые климатические условия, сложности в логистике и экономике, Алтайский край остается одним из аграрных лидеров страны. Только за 2023 год в нашем регионе произвели больше 4,5 миллионов тонн зерна. Край увеличил экспорт, поставив продукцию в 57 стран мира и сохранил статус гречневой столицы России. Но острой остается проблема экспорта зерна и зернобобовых. К 2030 году уровень бедности в России намерены снизить до 7%, а в многодетных семьях – до 12%. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на неделе во время своего послания Федеральному собранию. Как его оценили известные представители нашего региона, смотрите в сюжете. В России запускают новый национальный проект «Семья». Об этом заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Проект затронет тему демографии. Так, в 39 регионов страны с коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня направят 75 миллиардов рублей. А еще в России усилят борьбу с бедностью, особенно в многодетных семьях. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решениям, к их достижениям. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%. А среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. В своем послании Владимир Путин затронул все возраста. Так скоро появится нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», чтобы увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Еще один посвятят молодежи. Президент касался вопросов здоровья россиян, трудоустройства, оплаты труда, инфраструктуры. Эксперты подчеркивают, послание было емким и проработанным. Вот этот план действий, он был собран из встречи Владимира Владимировича с людьми, с трудовыми коллективами, с бизнес-сообществом, предпринимателями, участниками специальной военной операции, членами семьи, молодежью. И вот все мы стали участниками и создателями этой программы развития страны, плана Путина на ближайшие годы. Большая часть выступления касалась внутренней политики. Отдельное внимание президент уделил вопросам образования и воспитания, подчеркнув важность работы с подрастающим поколением. Это коснулось тем капитального ремонта школ, возможности пересдачи ЭГЭ до конца приемной кампании, финансовой поддержки школьных советников. Владимир Путин обошел и внешнюю политику, обозначив скорую демонстрацию нового ракетного комплекса и всеобщую поддержку бойцов СВО. В условиях специальной военной операции вся страна, жители всех регионов объединены вокруг Владимира Владимировича Путина, вокруг нашего лидера, нашего главнокомандующего, поддерживают бойцов специальной военной операции, поддерживают членов их семей. По оценке экспертов, тезисы послания могут войти в предвыборную программу Владимира Путина. Задачами, обозначенными президентом, вскоре займутся обе ветви власти. Так депутаты Госдумы в ближайшее время обсудят послания Путина, чтобы вписать тезисы в законодательные инициативы. Анастасия Дороган, День с толком. Производство драгоценных камней выросло на Барнаульском заводе, где серьезно модернизировали производство и перестроились на внутренний рынок. Наша съемочная группа на днях побывала на алтайском предприятии, куда журналистов пускают нечасто. Здесь алмазы превращают в мечту любой девушки – бриллианты. Что изменилось в непростом процессе производства драгоценных камней с появлением нового оборудования, а также чем, кроме тесного контакта с прекрасным, привлекают на предприятие новые кадры, расскажем далее. Самые ценные – это бесцветный алмаз, самые дешевые – коричневого цвета. Это обман маркетинга, когда говорят, что коньячные – самые дорогие. На самом деле это самые дешевые бриллианты. Эти женщины с россыпями алмазов работают в ежедневном режиме. Они уже и правда, как их лучшие друзья. В бриллиантах не ходят, здесь запрещено. Но именно в этом цехе с помощью компьютерных технологий определяют, как максимально правильно обработать камни, чтобы их ценность не упала. Конечно, работают не только дамы. Видите, здесь немножечко такая черная меточка. Это значит, какой-то есть выступ. Мне его нужно будет пересмотреть, этот бриллиант пересчитать. В 90-е на предприятии трудилось 500, а то и 600 огранщиков. Сейчас от силы 80. Кадры, как и на любом другом производстве, нужны, ведь предприятие наращивает объемы. Профессионалы, а есть и те, кто гранит-алмазы по 40 лет, обучают молодежь прямо в цехе. Это раньше было училище, где на огранщика обучали. Надо учить, надо оставлять себе замену. В прошлом году было человек 20, человек 10-12 у нас осталось. Кому-то дается легко, кому-то более тяжело. И те, кто не могут понять и нарастить свою скорость, но они стараются искать что-то другое. Кто хочет, кто хочет. Вот девчонка у меня есть 19-летняя. Я говорю, да, что она говорит, я останусь и никуда не уйду. Руководители предприятия поделились, что новички после обучения получают порядка 35 тысяч рублей. А в целом средняя зарплата сотрудников больше 50 тысяч. Новое оборудование, которое появилось недавно, требует новых знаний. Чтобы научиться работать на современном лазерном станке, пришлось выезжать на Смоленскую площадку. Головное производство кристалла. Основное достоинство этого оборудования в том, что оно фактически исключает ошибки ручного труда. То есть оборудование крайне точное. То есть там идет речь о сотых миллиметров точности. И также за счет того, что достаточно производительная система, сразу четыре операции технологического цикла он закрывает. То есть это подшлифовка, обдирка и распиливание, и черновая подготовка. Но без ручного труда здесь не обойтись. И станки точно не заменят человека еще долгое время. Только огранщик с максимальной точностью может огранить полуфабрикат и сделать из него бриллиант 57-60 грани, в зависимости от задания. Но конечная стадия производства – это оценка изделия. На оценке сидят оценщики высокие, квалифицированные специалисты, которые визуальным методом оценки, то есть опять же не машина, не компьютер, визуально определяют цвет, чистоту. Бриллиант становится бриллиантом только на оценке. Самый маленький у нас 0,01 сотка. Но диаметр, если вы представляете, 1,4 миллиметра. Вот у нас индикатор, ну, представьте, это как даже меньше спичной головки. Это просто представьте, да, мелкие. Но самый крупный у нас был свыше карата. Сейчас с такими крупными алмазами на предприятии не работают. Поэтому в основном получаются мелкие бриллианты, но под микроскопом и они переливаются всеми цветами радуги. Как рассказали руководители алмазного производства, завод продолжит развитие и модернизацию. Стараются идти в ногу с мировыми трендами. Будет и новое оборудование. Предприятие, которое в 2020 году оказалось в глубочайшем кризисе, из него успешно вышло. И уже в 2022 году было на пике объемов производства. А в целом, по данным Министерства промышленности и энергетики региона, прибыль организации обрабатывающих производств по итогам 11 месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года увеличилась более чем в полтора раза и превысила 59 миллиардов рублей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Число вакансий в крае уже в два раза превышает количество соискателей. Такие данные озвучили на заседании Совместного общественного и экспертного совета при Уполномоченном по защите предпринимателей региона. Участники встречи обсуждали системные проблемы бизнес-сообщества и пути их решения. Об этом подробнее в материале Данила Кузнецова. Дефицит кадров в Алтайском крае повсеместный, можно сказать, тотальный. Сегодня эта проблема номер один для предпринимателей. Не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих рук. Не закрыта каждая вторая вакансия, констатируют участники совместного заседания общественного и экспертного совета по защите предпринимателей края. Есть тема недостаточности просто выпуска определенных специалистов. И его быстро за год не решишь, потому что, понятно, профессионалитет программы, которая активно сейчас у нас работает, она дает возможности, в первую очередь, среднее звено, скажем так, закрыть. Но все равно, сферы этого не хватает. Есть тема развития тех же сельских регионов, о том, что молодежь не всегда задерживается и не всегда остается. Среди причин кадрового голода специалисты выделяют банальное нежелание работать за низкую зарплату и отток рабочих, тех же, к примеру, водителей, на специальную военную операцию. Помимо нехватки рук, бизнес испытывает еще немало проблем, говорят эксперты. Наиболее ощутимый из них – дороговизна электроэнергии и онлайн-касс, лимит дохода на патенте. Вопрос, который мы хотели сегодня поднять, это вопрос банковских комиссий, которые, мягко говоря, у нас составляют порой даже львиную долю той бэк-моржи, которая у нас зарабатывается предпринимателем. Поэтому, я думаю, это не секрет, что многие банки забирают от полутора процентов сейчас. Это даже достаточно низкая ставка за транзакцию. После ухода зарубежных платежных систем Visa и MasterCard ставка должна была понизиться, говорят эксперты. Но на практике все наоборот. В результате многие предприниматели уходят в тень. Кассовые аппараты неожиданно и регулярно ломаются, доходы падают. С просьбой повлиять на эту ситуацию Алтайский союз предпринимателей и коллеги из других регионов обратились на федеральный уровень. Ждут решения. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Не столько о проблемах, сколько о перспективах предпринимательства говорили на неделе на крупном бизнес-форуме в Барнауле. Подобного по масштабу мероприятия в крае не было несколько лет. Более чем с 500 действующими алтайскими предпринимателями своим опытом и секретами успеха делились собственники и управленцы бизнеса маститые лидеры в разных нишах. Один из них – основатель, известный в СНГ сети хозмаркетов Андрей Яковлев. В интервью моей коллеги Анастасии Дороган он рассказал о том, кому под силу взрастить провинциальную идею до мирового уровня, как найти и, главное, поддерживать бизнес-мотивацию. Сегодня довольно непростая экономическая и политическая ситуация. На ваш взгляд, насколько сейчас целесообразно создавать и развивать свое дело? И не повышается ли от этого риск быстрее прогореть? И в кризис всегда развиваться легче. Потому что, когда происходит какой-то кризис, кто-то с рынка выпадает, или ослабевает, или у него, не знаю, мотивация какая-то, может быть, падает. И здесь как раз находятся новые моменты. Вот сейчас из-за нашей сложной такой геополитической ситуации, скажем, как какие-то санкции нас там наложили и так далее, представляете, какой масштаб производства можно развить в стране просто-напросто? А мы территориально на самом деле находимся очень удобно. Просто Барнолу не зря столица мира. Если вы посмотрите на карту, и мы найдемся в центре этой карты, мы в центре Сибирского федерального округа. И у нас плюс еще в том, что мы на юге, у нас относительно тепло и хороший климат. У нас рядом Казахстан, у нас рядом Монголия, у нас, получается, на восток Дальний Восток, и тут Россия, ну, Россия, в смысле, центральная, да? И во все стороны у нас логистические направления есть. Когда ты находишь какую-то фишку, которая у тебя начинает расти в кризис, потом ты просто разовьешься. Как пример, допустим, нашей компании. В 2008 году мы там запустили новое направление и просто начали стартовать. Мы были просто без конкурентов 3-4 года. Наш глобальный проект «Чудо-теплица» просто взорвал рынок, потому что мы упаковали теплицу вот в такую коробочку. Да, нас это вообще никто не делал. А самое ценное, что мы даем людям пользу, о чем я говорю. Посмотрите, какая польза людям. Мы даем пользу, то есть благодаря нашим готовым решениям для огорода люди получают богатый, экологически чистый урожай. Вот это ценно. Когда у вас продукт качественный, самое главное на это смотреть. То есть никогда не позволяйте себе делать некачественный продукт. Главное воплощать идеи в жизнь. Очень много сейчас у людей проблем в том, что люди начали заниматься самопознанием, самореализацией, самообучением каким-то. Это все классно. Читайте книги. Лекарства от глупости лучше это книги. Но вопрос в том, что когда вы какую-то информацию получили, ее необходимо сразу применять. Поймите, что нет времени вчера и завтра, оно только сейчас. Это все должны понимать. Это вообще, по-моему, все спикеры рассказывают, все успешные люди, если можно так сказать. Никаких секретов просто нет. Есть время сейчас. То есть вы рассматриваете себя всегда на свое дело в рамках одного дня, суток. Вот что вы делаете в сутках? От чего бы вы предостерегли алтайских предпринимателей? Когда вы живете в государстве, нужно обращать внимание на то, как платить правильно налоги. Какое-то ускользание от налогов не должно быть. Вы просто выбираете оптимальную для себя систему налогообложения. Потому что гонять деньги с карты на карту это не предпринимательство, это жульничество. Предпринимательство, когда предприниматель приносит пользу государству, принося пользу государству, он приносит пользу людям в том числе. Поэтому предостережение, это не предостережение даже, это рекомендации. Обращайте внимание на то, на какой системе налогообложения вам лучше всего работать. Потому что если ваш бизнес не рассчитан с точки зрения системы налогообложения, тогда он у вас просто нерентабельный. Вы просто время зря тратите. А в основном это может быть даже не предоставления, а напутствие в основном. Действуйте просто сейчас. Тут нечего думать. Выбирайте, что вам интересно и действуйте. Попробовали? Главное пробовать. Не получилось? Следующее взяли. Не получилось? И нужно становиться лучшим в своей сфере. Это однозначно. То есть не надо вставать в ряд в один. Надо становиться лучше. Всегда что-то улучшать, докручивать и так далее. Предприниматель не стоит на месте. Это основной посыл, что улучшайте Отток медиков в крае удалось сдержать. Однако специалистов в сфере по-прежнему недостаточно. Особенно остро ощущается дефицит сотрудников среднего звена. Как привлечь новых специалистов в больницы и поликлиники региона? Этот вопрос обсуждали на коллегии Минздрава, которая прошла в краевой клинической больнице в Барнауле. В ходе обсуждения темы своим опытом делились ведущие медики края. Одна из причин, благодаря которой удалось стабилизировать ситуацию с кадрами, считают они, стало материальное вознаграждение. Так, различные федеральные и краевые выплаты подняли средний доход врачей более чем на 30%. Оказал влияние и хороший темп подготовки молодых специалистов. За пять лет численность студентов в вузах и колледжах Алтайского края возросла с 1600 до 2300 человек. К тому же улучшилась система наставничества. То есть приходит молодой специалист, за ним не просто закрепляется наставник, а под него, под его место рабочее, под него лично. Разрабатывается индивидуальная программа развития, которую контролирует наставник, и эта программа развития осуществляется. Она по сроку может быть очень разной, в зависимости от того, какие функции этот специалист выполняет. Диабетики в Алтайском крае столкнулись с проблемой выдачи лекарств и медицинских изделий. Так, в нашу редакцию обратился житель Барнаула Алексей Поступайленко, которому пришлось за свой счет покупать некоторые препараты для своей дочери. В таком же положении в конце прошлого, в начале этого года оказались еще сотни родителей. Почему так происходит, выясняли мои коллеги. Вот, красная зона, да. Иди конфетку съешь. Красная зона, значит, пора поднимать сахар в крови. После коронавируса у Софии диагностировали диабет. Теперь каждый день она под наблюдением папы Алексея. Мне пришлось уволиться с работы, а жена работает. После приобретения помпы девочке стало проще посещать детский сад и в целом передвигаться. При снижении показателей она сама указывает в приборе, сколько единиц инсулина ей сейчас нужно. Но поддерживать стабильность непросто. По словам Алексея, периодически препараты и медизделия выдают с задержкой. Так, в декабре они не получили тест-полоски и инфузионный набор. Выкручиваются как могут. Меняемся, где-то просроченное покупаем. Но вот сейчас осталось на 4 дня, я не знаю, где сейчас. Вот эта упаковочка, ну, 1010 стоит 15. Если сенсоры покупать, вот это все, ну, до этого было 30 тысяч в месяц. В 2022 году. Ну, а сейчас, наверное, 40-50. На Алтае больше 100 тысяч человек с сахарным диабетом. И наш край – лидер в Сибири по росту числа заболевающих. В региональном Минздраве проблему с поставками признают. Причины могут быть разными. Например, сталкиваемся с проблемой несостоявшихся торгов. Более 30% закупочных процедур признаются несостоявшимися с первого раза. Ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. В этом случае специалистами Минздрава направляется информация в медорганизации края о необходимости смены проводимой терапии и проведении аналоговой замены указанного препарата. Руководитель краевой диабетической общественной организации Марина Ермилова говорит, что перебои случаются стабильно 2-3 раза в год. И люди покупают препараты за свой счет. Но если сохранять чеки и судиться, деньги можно вернуть. Но вот статистика организации. Из 100 опрошенных родителей детей с диабетом половина никуда не обращается. Так как у моего ребенка и у меня в частности есть судебное решение, и как только подходит срок к тому, что нужно получить все необходимое, про таких пациентов сразу же вспоминают и их обеспечивают. К сожалению, наверное, это мне не очень нравится, тенденции такой подход. Мне кажется, это только еще больше разозлит людей и спровоцирует еще больше поток обращений в правоохранительные органы. Потому что это в корне несправедливо. А сенсоры? Ну это либра. А у нас инлайты. А значит, их нету, и вам заметили, что вам сказали в карточке, как написано, и вам все прочитала. При задержках в поставках в пару дней Марина Ермилова советует звонить в аптеки. Если препаратов или медизделия нет пару недель, обращаться к правоохранителям. По информации Минздрава, закупка расходных материалов к инсулиновым помпам происходит по заявкам медорганизаций. Регион уже заключил семь контрактов на поставку на сумму больше 40 миллионов рублей. Еще три закупки планируют провести в ближайшее время. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. В Крае ежегодно выявляют немало заболевших ВИЧ. Так, только за 2023 плюс 2000 новых инфицированных. Нередко о своем диагнозе люди узнают спонтанно. Например, с помощью экспресс-тестирования. В Барнауле на днях открыли кабинет, в котором можно быстро и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Подробнее в сюжете. 15 минут легкого волнения и тест готов. Через кабинет экспресс-тестирования в Алтайском центре по борьбе со спидом сегодня прошли уже десятки жителей города. Врачи говорят, такой формат наименее травмирующий мероприятие для пациента. Ведь ему не приходится ждать результат сутки или несколько дней. Быстро, бесплатно, анонимно и даже не больно. Да, я даже не понял, как мне проткнули и все. И берут каплю крови и на тест. И ждем 15 минут. Если одна полоска, то отрицательно. Если где-то положить. В моем случае отрицательно. Сказали, чтобы продолжал в том же духе. Предохранялся. Стараюсь давать каждые полгода. Потому что у меня, как вы видите, имеется фактор риска. Человек с сатуировками у меня имеется. Пирсинг. Рука тут, тут на ноге, вот тут имеется. Тут шея и спина вся. Попасть в кабинет экспресс-тестирования можно каждый понедельник, среду и пятницу с 8.30 до 4 часов. Во время сдачи теста специалисты напомнят о путях заражения ВИЧ. Развеют мифы. Ведь зачастую даже у взрослых людей не всегда есть точное представление о том, как передается вирус. Кстати, в прошлом году с помощью мобильного комплекса экспресс-тестирования свой ВИЧ-статус узнали 2,5 тысячи жителей края. За последние годы мы, конечно, постоянно практикуем экспресс-тестирование в Алтайском крае. У нас две формы. Первая – это выездная форма с использованием нашего мобильного комплекса по тестированию, который курсирует по всему краю с определенными локациями, заранее обозначенными, анонсированными. А второй вариант – это вот такой стационарный вариант экспресс-тестирования, когда в указанные часы, в рабочие дни, все желающие могут к нам прийти и, соответственно, узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию о профилактических мероприятиях. В прошлом году в крае выявили 1809 случаев заражения. А всего в регионе проживает порядка 20 тысяч пациентов с положительным ВИЧ-статусом. И эта цифра закономерно увеличивается с каждым годом. Больше почему? Потому что каждый год мы выявляем новые случаи. И по итогу 2023 года выявили вновь лица с вновь установленным диагнозом порядка 1800. Это тенденция последних трех лет – 1700-1800. Наша терапия позволяет пациентам сохранить жизнь. И, соответственно, вот эта цифра живущих ВИЧ, она естественным образом накапливается. А еще эксперты предполагают, что в реальности эта цифра – 20 тысяч на весь регион – может быть в 2-3 раза больше. Экспресс-тестирование – хороший повод, чтобы убедиться, что вы не находитесь в числе тех, кто пока в тени. Чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов на обычную и даже долгую жизнь. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Вынужденное возвращение на родину. Аргентина выдала России экс-главу Барнаульского жилфонда Людмилу Авдюхину. Передали в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудникам Интерпола МВД России. Почти год женщина находилась в международном розыске. Ее обвиняют в хищении 150 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края. По версии следствия, у покупателей недвижимости она брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Кроме того, злоумышленница получала деньги клиентов компании, предлагая им выгодные инвестиции в приобретении недвижимости. Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась. В итоге женщина похитила более 150 миллионов рублей, после чего скрылась от правосудия за границей. В декабре 2022 года Авдюхина перестала выходить на связь с клиентами. Известно, что в Аргентину женщина переехала около года назад. Каждые 60 дней Авдюхиной и ее семье приходилось менять место жительства. Но 2 января этого года барнаульскую авантюристку все же удалось задержать. На этой неделе Барнаул потрясла жуткая история, в центре которой 19-летний парень. Он бегал с ножом по одной из улиц города, а после следователи предъявили ему обвинение в убийстве своего приятеля, 18-летнего парня. По предварительной версии, в одной из квартир дома по улице Матросова трое молодых людей употребляли наркотики. В какой-то момент у обвиняемого начались галлюцинации. Парень подумал, что окружающие люди смогут сделать ему плохо и начал кидать в друзей предметы быта. Одному из них он нанес ножевое ранение, наступила смерть. После инцидента обвиняемый покинул квартиру и побежал по улице Матросова в сторону моста на Новом рынке, откуда хотел сброситься. Однако очевидцы вытащили его, после чего подоспевшие сотрудники полиции задержали. Парень дал признательные показания. В настоящее время следователям Следственного комитета готовится ходатайство суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По результатам уголовного дела Следственным комитетом Края будет дана окончательная правовая оценка противоправным действиям молодого человека, в том числе относительно незаконного употребления наркотиков. На этой неделе суд Ленинского района вынес приговор Константину Подуну, который в январе прошлого года задушил свою бывшую супругу и оставил ее тело в мешке на крыше дома. Женщину нашли спустя несколько дней, а уже 10 января 23-го Подун предстал перед судом. Тогда вину он не признал. О перипетиях громкого дела, процесс по которому длился больше года, и о наказании душителю в специальном репортаже Татьяны Голубевой. Начало января прошлого года. В Барнауле ищут пропавшую женщину, мать двоих детей. Спустя пять дней после убийства тело находят на крыше. Пока Елену Подун искали правоохранители, ее экс-супруг, а они жили вместе, отвечал на сообщения коллег от лица самой Елены. Чтобы скрыть преступление, личные вещи женщины он выбросил в мусорный бак, а телефон позже выключил и спрятал в подъезде. 10 января тело нашли, и Подун был заключен под стражу. На заседании он был нервным и даже истеричным. Мне можно связаться хотя бы. Мне даже не дали права связаться, чтобы сообщить родственникам. Давать показания и комментировать содеянный обвиняемый тогда отказался. Собственно, и вину свою Подун сначала не признал. В итоге ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. Началось расследование, которое завершилось к началу марта 23-го года. Следователи установили, что супруги Подун расстались еще в августе 22-го года, но продолжали жить вместе. На просьбы жены покинуть жилье Константин всегда отвечал отказом. Они постоянно конфликтовали, и в ночь на 5 января Константин во время ссоры схватил супругу за шею и сдавливал до момента, пока она не перестала подавать признаки жизни. Кстати, в соседних комнатах в тот момент спали дети. Дети стали причиной того, что заседание по делу душителя перевели в закрытый режим. На этом настаивал сам обвиняемый, а также брат убитый, который стал опекуном племянников. К тому же спустя почти год в обвинительном заключении нашли нарушение, и дело начали рассматривать по новой. Нашлись и те, кто не был согласен с мотивами убийства Подуном своей экс-супруги. Он приобрел 5-комнатную квартиру. Он ее подарил. Он не являлся собственником этой квартиры. Зачем ему, извините меня, убивать жену? Просто был конфликт. Просто он ее хотел действительно успокоить. Переквалифицировать статью из умышленного убийства в самооборону уже в феврале 24-го года просил адвокат обвиняемого. Собственно, и сам Константин Подун говорил о том, что супруга сама провоцировала конфликты, и он лишь защищался. А удушение, собственно, и было возможностью успокоить супругу. Ведь спортсменов за удушающие приемы не судят, говорил Подун. Пресса увидела обвиняемого спустя почти год. Подун был против видеосъемки, но судья приняла решение сделать заседание открытыми. Ведь все, что касалось интересов детей, уже рассмотрели. После пересмотра дела сторона обвинения запросила для душителя супруги 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Перед квалификацией на более мягкую статью не случилась сторона потерпевшего. А в зале суда всегда присутствовал брат Елены, была категорически против. Я абсолютно убеждена, что данный человек, он не раскаялся в совершенном преступлении. Все, что сказано им, это неправда от начала до конца. И версия сторона защиты, она опровергается многочисленными доказательствами, которые были тщательным образом уследованы по уголовному делу. В последнем слове обвиняемый был краток. Вину признал, говорил, что раскаялся. Я осознаю, что от моих действий, конечно же, наступила смерть Елены. Просто хочу быстрее вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. То есть до 38 лет у меня не было ни одного какого-либо правонарушения, ни одного штрафа. Собственно, отсутствие всевозможных нарушений, а также наличие несовершеннолетних детей, стало отчасти причиной того, что суд немного смягчил приговор. Подуна приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Максимальное наказание по данной статье до 15 лет лишения свободы. Судом вынесен приговор с учетом всех полученных доказательств, представленных сторонами доказательств. Законность этого приговора будет проверена при получении его копии. Будет ли апелляция, пока неизвестно. Но если и будет, то в ней сторона обвиняемого планирует вновь настаивать на переквалификации статьи. Кстати, многие отметили, что Константин спустя год стал гораздо более уравновешенным и спокойным. Приговор он нормально воспринял по поводу переживания. Могу сказать, что он переживает, что именно так произошло все. Она писала, вот Костя, ты готова потерять все, лишиться всего, если оставишь меня без квартиры. Она говорит, что он мне намекает на смерть. Портал вещи ее постоянно, косметичку разбивал неоднократно, телефон разбивал, чтобы она там, не дай бог, не знаю. А так, последние месяцы жизни экс-супругов описывали подруги погибшей Елены. Говорят, всерьез угрозы она не воспринимала и всячески старалась решить конфликт без ссор, драк, ведь осужденный был отцом ее детей. Теперь на могиле Елены памятник, средства на которые будут отчислять и заработка бывшего супруга. А еще ему предстоит выплатить миллион ущерба брату Елены и три миллиона детям, оставшимся без матери. Осужденный выплатит также издержки на похороны. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Все, я возражаю. Владельцы цветочных магазинов говорят, что цветы стали покупать чаще, даже без повода. За неделю до 8 марта наша съемочная группа решила выяснить, как салоны готовятся к празднику и во сколько обойдется букет. Передаю слово Ирине Корчагиной. Из Нидерландов, Эквадора и Кении в спальный район Барнаула. Еще два года назад эти маршруты были короче и экономически выгоднее. Закрытие воздушного пространства повлияло на цены. Цветы стали на 20% дороже. При этом теперь они попадают на прилавки как минимум на неделю позже. Одно дело самолетом из Голландии, другое фурой. Если раньше цветок прилетал к нам самолетом, либо в Новосибирск из Голландии сразу, либо из Москвы сразу в Барнаул, то есть сроки поставок были короче. Естественно, цветок от момента срезки до конечного покупателя приходил быстрее. Качество, соответственно, было лучше. Получается, с момента среза и до прилавка проходит порядка трех недель. А ведь еще хочется, чтобы букет простоял дома хотя бы неделю. Для этого флористы рекомендуют наливать больше воды в вазу, обновлять срез и делать это правильно. Когда женщины подрезают ножницами, получается, что стебель, видите, сдавливается. Это при том, что у меня ножницы очень острые. Стебель сдавливается, цветок плохо пьет. Вот это самая распространенная ошибка. Нужно подрезать ножом на отлете, наискосок. Видите, очень хороший получается срез. Если ежедневно срез обновлять, она раскроется, развалится. Но вот в этом месте голову не наклонит. То есть роза умирает с поднятой головой. А в этой точке со дня на день ожидают 3000 тюльпанов к 8 марта. И, кстати, не из какой-нибудь цветочной империи, а из Алтайского края. Именно тюльпаны мы берем наши алтайские, которые выращивают у нас в теплицах. Потому что они самые большие, самые ровные, красивые тюльпаны. Вот первого числа срезают тюльпан, второго мы уже его забираем. То есть, конечно, свежесть. Тюльпаны традиционно становятся лидерами продаж 8 марта. В этом году стоимость одного цветка от 140 до 200 рублей. Далее по популярности розы. Средняя цена за штуку – 260 рублей. А что касается букетов из разных цветов, порадовать небольшой композицией 8 марта получится за 600 рублей. Это минимум. Средняя цена по городу за букет – 2000 рублей. Максимальная стоимость конкретно в этом магазине – 15 тысяч рублей. Но, естественно, зачастую важнее не цена букета, а то, кто их подарил. С началом военной операции у нас еще и появились клиенты, которые заказывают прямо из точек военных. То есть, они пишут, да, и мы на доставках работаем. Иногда даже продукты покупаем. То есть, что-то просят деткам, например, сладости какие-то. Мы всегда идем на встречу и радуем жен, детей. Закрытое воздушное пространство, отказ от экзотичных цветов – они слишком дорогие. Непростая экономическая обстановка. Вопреки всему этому барнаульцы не перестали дарить цветы. Напротив, по словам флористов, последние два года цветы стали покупать чаще. Даже без повода. Несмотря на все вот эти перепути, мужчины все равно покупают и радуют своих женщин. Ну и как. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой увидели уходящую неделю корреспонденты телеканала «Толк». Я же поздравляю всех с началом весны. И напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.